Встреча с Аэропортом Домодедово 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 Встреча с Аэропортом мне говорят о том, что мы должны наконец-то убить Алексеева, о том, что он дам позор России и так далее. Я считаю, что позором России являются люди, которые прибегают к насильственным методам в решении своих личных проблем. А мы действуем согласно мирным мерам. Мы подаем заявку, получаем согласование и сегодня впервые проводим санкционированное публичное мероприятие. Международные компании не могут так поступать с людьми, выводить их из международного зала вылета, и они исчезают потом на три дня. Компания говорит, что она не имеет никакого отношения к этому. А кто, извините, багаж вытаскивал из самолета и куда он делся? До сих пор багаж не выдаёт. Давайте ещё раз расскажите, пожалуйста, довольны ли вы отставка Лужкова, довольны ли тем, что можете сегодня так вот в открытую собираться, и как относитесь, соответственно, к тем людям, которые пытаются вам помешать? Я считаю, что они просто должны выбрать другие методы. Сотрудниками милиции можно сюда? Я думаю, что они должны выбрать другие методы, связанные с мирными протестами. Если это протест мирный, и даже если это протест против геев, это их право. Каждый имеет право высказать, сейчас отвечу, каждый имеет право высказать то, что он хочет. Вот. Поэтому мы просто действуем в рамках законодательства. И я, например, считаю, что надо разрешить, наоборот, акцию шествия натуралов, шествия против гей-парада. Я считаю, что это нужно разрешить. Я считаю, что это абсолютно нормальное мероприятие. Я даже надеюсь, если им запретят, я даже готов им помогать доводить это дело до европейского суда. Потому что это фундаментальное право свободы человека, право на свободу собрания, право на свободу выражения своего мнения. И я им готов в этом помогать. Но это не значит, что у них есть право прийти на чужую акцию и начинать там кого-то поливать водой, закидывать там камнями или яйцами или еще чем-то. У них такого права нет. Это демократическое свободное государство. Николай, почему считаете, что вас сняли именно в спецслужбе с рейса? Потому что... Нет, я не могу утверждать на сто процентов. Я могу утверждать, предполагать, что это люди Лужкова. Я могу предполагать, что это люди, которые хотели, наоборот, насолить Лужкову. Это мне не властно, я не знаю. Когда вас сняли рейсы, где вы оказались? Когда меня сняли, снимали с рейса, я находился в международной зоне аэропорта. То есть я показал уже всем свой посадочный талон, где я находился в международной зоне. После этого меня перевели в комнату таможни. И в этой комнате меня продержали 2-2,5 часа, после которых меня передали 4 неизвестным людям, которые меня отвезли сначала в Тулу. Нет, вернее, сначала в Каширу, а потом в Тулу. Николай, откуда вы меня? Зачем? Для того, чтобы надавить меня и чтобы я отозвал жалобы из Европейского суда по правам человека. Да, отозвать жалобы из Европейского суда по правам человека, которые сейчас находятся в финальной стадии, связанные с проведением трех московских гей-прайдов в 2006, 2007 и 2008 годах. Они не представлялись? Абсолютно нет. Они не представляются даже на гей-прайдах. А в отделении милиции вас отвезли или куда? В отделении милиции, да. Скажите, о швейцарской авиалинии вам как-то объяснили? Я вчера встречался с... Я вчера встречался вот здесь же, в этом же офисе, с господином Хайманом, который является главой швейцарской авиакомпании в России и странах СНГ. И этот человек, к сожалению, никак не захотел урегулировать эту ситуацию. Я могу сказать, что я пришел к нему с готовностью разрешить спор мирными средствами. Вернуть деньги и извинения потребовать? Никаких денег. Мне не нужны их деньги. Я хочу сразу подчеркнуть, никаких денег мне от них не нужно. Все, что я требовал, это дисциплинарных действий в отношении сотрудника, который все это допустил. Второе. Второе. Это восстановление моего билета, который был утерян в связи с этим. И третье. Официальных извинений от швейцарской авиакомпании в связи с тем, что они нарушили международное законодательство. Вот все, что я от них требовал. А что они вам предложили и почему вы согласились? Почему вы знаете, что на производстве находится у вас в европейском суде это дело? В суде, в европейском суде дело находится на финальной стадии. До конца этого года, начала следующего, мы ожидаем решения европейского суда о незаконности запрета гей-прайда в Москве 2006, 2007 и 2008 годов. Это три гей-прайда, которые объединены в одном производстве. А почему вы от МВД не требуете извинений, которые вас просто на похите? Что-что? А от МВД почему не требует извинений? Требуем, требуем. Подана жалоба в прокуратуру по расследованию того инцидента, который произошел. И я надеюсь, что будет проведено нормальное расследование и будет поставлена точка в этом вопросе. А в каких условиях вас держали? Меня держали в очень отвратительных условиях. Я спал ночью, сидя на стуле с головой на столе. А вот в таких условиях меня держали на протяжении двух с половиной суток. Почему вам разрешили провести сегодня вашу опцию? Как вы считаете? Не считаете ли это победой? Я считаю, что это абсолютная победа. Ну какая это победа? Да, конечно, это победа. Но то, что сегодня, несмотря на раньше противостояние властей Лыжкова, несмотря на то, что сегодня эта акция санкционирована и нашлись люди, которые нам угрожали, нельзя насилием человека заставить отказаться от своих убеждений. Нельзя. Да, меня невозможно уже пять с половиной лет отказаться заставить от своих убеждений. Я борюсь за... Меня нельзя обвинить в каком-то шкурничестве и каких-то конкретных интересах в связи с отставкой Лыжкова. Просто по одной простой причине, что я боролся за отставку Лыжкова пять с половиной лет. Она только сейчас произошла. А то, что вы здесь связываете с этой отставкой? Конечно, связываю. Я уже сказал о том, что это абсолютно связано с его отставкой. Никогда. Как говорила префектура, мы разрешали не гей-парад. Мы разрешали акцию протеста. А это не гей-парад. Никто не организовал гей-парад. Гей-парад в мае. В мае. И разрешат его. Я вам гарантирую. Следующий мэр разрешит, подпишет и все скажет. Я не люблю гей-парады, но ничего не могу сделать чиновник. Обязан разрешить. Обязан. А что такая уверенность? Уверен. Вот увидите, я думаю, мы все встретимся 28 мая 2011 года на следующем гей-прайке. И я думаю, что вы все увидите, что это произойдет. Но неизбежность это. Либо мы идем по европейскому пути, либо мы скатываемся к азиатскому пути и говорим о том, что мы все скрываем, вот ничего не существует и вот этого вообще всего этого нет. И так далее. А исходя из того, кто вам в лицо сейчас водой выпустил? Я никогда не буду прибегать к насилию. Зачем я буду прибегать к насилию? Я никогда в своей жизни не прибегаю к насилию ни к кому. Ни по отношению к своим оппонентам. Ни по отношению к друзьям. Ни по отношению к никому. Я считаю, что насилие это последняя вещь, которая вообще может быть. Вы постоите тут час. Вы думаете, это что-то изменит в отношении авиакомпании? Они как не прилигли, так не прилигли. Я думаю, что сегодняшняя акция в отношении швейцарской авиакомпании стоит этой авиакомпании от одного до пяти миллионов долларов. Почему? В связи с тем освещением, которое эта акция будет иметь в средствах массовой информации. Цифра такая, почему? По той простой причине, что у меня есть независимые данные организации, которая называется Ассоциация защиты прав авиапассажиров, с которой я разговаривал сегодня, которая мне сказала о том, что эта акция, если швейцарская авиакомпания не захочет урегулировать этот конфликт до пикетирования и до всеобщего внимания средств массовой информации, то она им будет стоить до пяти миллионов долларов. В потерянных доходах. Но прежде чем выезжать за границу, я намерен отсканировать все документы, послать их своему адвокату в Швейцарии для того, чтобы он предъявил иск швейцарской авиакомпании, чтобы потом мне это не аннулировали там задним числом и так далее, как у нас все делается. И подали иск к швейцарской авиакомпании. А вы не связывались с представителями швейцарской авиакомпании, чтобы они вышли как-то к пикетчикам? Так пускай выходят, говорят, я что им запрещаю, что ли? Они могут выходить и заявление делать, это же их собственная правда. Да, говорили, что я гражданин другого государства, много там пересудов ходило. То есть это штамп на выезд? 19-го на выезд, да? Много было разговоров о том, что я не российский гражданин, что я там живу где-то еще и так далее. Вот вам и ответ, пожалуйста. Все, отлетали! Мы хотели их запустить, вот, они отлетались уже, видите, вот не хотят лететь уже. Общий лозунг «Бойкот швейцарской авиакомпании». Бойкот швейцарской авиакомпании! Новые направления, видите, какие мы им придумали? Цурих-Колыма, Пиженева-Соловки. Вот это новая сеть маршрутная. Цурих-Колыма, Женева-Соловки. Цурих-Колыма, Женева-Соловки. Вы знаете, люди живут годами в аэропортах Парижа, Лондона и даже в Шереметьево. Годами живут в международной зоне аэропорта. А здесь людей из международной зоны аэропорта снимают и говорят о том, что вот такие какие-то проблемы. До сих пор мой багаж находится в аэропорту Домодедово, который мне не отдают. И швейцарская авиакомпания на вчерашней встрече, которая была, отказалась решать эту проблему. О чем с ними вообще разговаривать? Как ими вообще можно летать? Цурих-Колыма, Женева-Соловки. Продолжение следует...